Привет друзья! Сегодня у меня на обзоре аккумуляторная ударная дрель. Посмотрим на то, как она сверлит, как бьет и что у нее находится внутри. Итак, модель называется DECA GCD20DU3. Шуруповерт продается с российского склада, и в Подмосковье его привез курьер на четвертый день после заказа. Продается он в картонной коробке, и комплект поставки простейший. Типовая инструкция на английском. Зарядка от сети 220 вольт. Сам шуруповерт в пупырке. Ну и еще лежит клипса для подвеса шуруповерта. Достаем. Ну вот он. В черно-синем корпусе. Такой цвет явно не будет пачкаться. Аккумулятор имеет емкость 1500 мА. И на его корпусе большими циферками гордо написано 20 вольт. Формально это маркетинг. И внутри установлен 5-ти баночный литиевый аккумулятор, имеющий диапазон рабочего напряжения от 15 до 21 вольта. И часто на подобных шуруповертах пишут 18, 20 или даже 21 вольт. Но по сути это одно и то же. И дело не меняет. Если разобрать его корпус, то внутри как раз и находятся те самые 5 банок лития. Размера 18650 и емкостью 1500 мА. Спереди на корпусе аккумулятора находится кнопка для проверки заряда. Нажимаете на нее и видите текущий остаток заряда. Сверху на корпусе расположен переключатель скоростей и оборотов. Есть две скорости. Первая и вторая. Спереди расположен светодиод для подсветки рабочей зоны. И еще есть возможность установки одной из 15 степеней усилия. Ну и последняя установка. Это как раз тот самый ударный режим. Конечно же тут еще есть реверс. Ну куда без него. На всех шуруповертах он уже есть. Клипсу для подвеса можно установить как с левой, так и с правой стороны. Ну это как вам удобно. А вот винтик на который она закручивается забыли положить в комплект. Но тут типовой М3, поэтому я точно найду чем закрутить. В инструкции особо ничего полезного не написано. Указано только что аккумулятор заряжается за 1 час. И разные меры предосторожности. Ну что, ставим аккумулятор на зарядку и ждем пока он зарядится. Пока идет зарядка светодиоды моргают. А когда станет полностью заряжен, перестанут мигать. Корпус у шуруповерта сделан из прочного ударостойкого пластика. Рукоятка дополнительно прорезинена. Черное на черном плохо видно. Но там где его обхватываешь рукой, это тонкий резиновый слой. Это делает рукоятку противоскользящей. И инструмент удобно лежит в руке. Обороты регулируются степенью нажатия на курок. Чем сильнее давите, тем быстрее крутится мотор. И сразу замерим обороты. На первой скорости при максимальном нажатии шуруповерт развивает почти 380 оборотов в минуту. Это режим шуруповерта. И он используется для закручивания винтов саморезов. На второй скорости шуруповерт работает как дрель. И развивает уже 1400 оборотов в минуту. На такой скорости можно сверлить металл или дерево. Вес инструмента составляет 1600 грамм. Это на 200 грамм больше, чем точно такая же модель без ударного механизма. Ранее я делал обзор на два шуруповерта этой же конторы на 12 и 20 вольт. И сравнивал сколько саморезов каждый сможет закрутить на одном заряде. Если вам интересно это узнать, то ссылка на данное видео будет в описании. Патрон у шуруповерта быстрозажимной. И позволяет использовать сверла с диаметрами от 2 до 13 миллиметров. Губки у патрона скошены по краям. Это увеличивает площадь контакта. И позволяет более плотно зажимать сверла. Чтобы они не проскальзывали во время работы. Для сравнения. Вот патрон на 12 вольтовой модели. Тут нет скоса. И можно зажимать тонкие сверла от 0,8 миллиметров. Но возникает вероятность проскальзывания и закусывания при работе с большими сверлами. Биение есть. Но оно не большое и не критичное. И не будет мешать работе. Разбираем шуруповерт и смотрим что тут внутри. Ух ты. Что-то я ранее как-то не обращал внимания. А тут оказывается установлен типовой коллекторный мотор 775 размера. То есть в случае износа щеток или поломки мотора целиком. Его можно будет заменить без проблем. Такие моторы продаются на Алиэкспресс отдельно. И стоят недорого. Разбираем далее редуктор. Чтобы убедиться что тут металлические шестеренки. А не пластик. Ну и тут действительно металл. Все в смазке и прослужит долго. Перейдем к тестам. Конечно же самым интересным отличием этой модели является ударная функция. Ударная дрель позволяет сверлить кирпичные стены. Ну и с бетоном при необходимости может справиться. Переключаем шуруповерт в ударный режим. И сверлим. Так, понятно. Попал в пустоту. Попробуем в другом месте. Черт, понятно. Попал в пустоту. Попробуем в другом месте. Черт, патрон раскрутился. Ты ее на реверсе пытался сверлить. Ну как видите, бетон он берет. Но тяжело. Конечно, для этих целей лучше использовать перфоратор. А вот с кирпичом данный шуруповерт справится значительно лучше. Даже тупым сверлом можно быстро просверлить отверстие. Ну да, не забывайте. Для таких целей нужны специальные ударные сверла. Ну и конечно саморезы он крутит отлично. Кстати, рекомендую купить в Китае биты с магнитами. Они продаются набором из пяти штук. И на конце каждой находится магнит. Такие биты позволяют закручивать саморезы, не придерживая их. Это очень удобно и позволяет не перекручивать саморезы. К тому же они не соскальзывают с битов в процессе закручивания. Ну прям совсем легко крутит. Что в итоге? Такая ударная дрель нужна там, где и есть необходимость сверлить кирпичные стены. Ну то есть если вы живете в кирпичном доме. Для бетона я же все-таки рекомендую брать именно перфоратор с более сильным ударом. Наличие двух скоростей позволяет сверлить на высоких оборотах. Или работать с саморезами на низких. Из недостатков я вижу только большой вес. 1600 грамм. Ну и отсутствие кейса для хранения тоже в минус. Инструмент мне понравился. Сделан он качественно, аккуратно и им удобно пользоваться. Шуруповерт продается в Китае на сайте Алиэкспресс. И заказать можно комплект с одним или с двумя аккумуляторами. Ссылка для заказа есть в описании данного видео. На этом сегодня все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok